Всем привет, друзья! С вами снова Иннокентий, Школа Барабанщиков. И сегодня я для вас снимаю маленький обзорчик тихих тарелок. Тарелочки у меня сегодня от фирмы Sentent. И от фирмы Arborea. От фирмы Arborea серия называется Mute, то есть тихий. От sentent серия называется Whisper, то есть дырявый. На самом деле я не склоняю вас ни к Arborea, ни к Sentent, ни к одному, ни ко второму бренду. Я предпочитаю, чтобы вы выбирали сами. Сейчас вы сможете послушать эти два бренда и выбрать самостоятельно, что вам больше интересно. Если для вас это все-таки интересно. Сразу вам скажу, я в Краснодаре занимаюсь этими тарелочками. Если вам нужно их приобрести, обращайтесь ко мне. Есть тарелки по приятной цене, со скидкой на доставку и прочее, прочее, прочее. Пишите мне вконтакте или звоните. Вначале я вам скажу, для чего вообще могут эти тарелки пригодиться для вас. Первое, это, конечно, то, что на этих тарелках можно аккомпанировать для тихих музыкальных инструментов. То есть, например, если вы играете с какими-нибудь акустическими инструментами, акустическая гитара, там какие-нибудь скрипочки, можно играть в акустике, не подзвучивая другие инструменты, и вы сможете играть достаточно тихо, вы не будете заглушать остальных музыкантов. Это очень клево, подходит для кавер-групп. Эээ, играй тихо, когда играете в маленьком кабачке каком-нибудь, и вы берете, вешаете такие тихие тарелочки, и самое главное, они, это полноценные тарелки, это не просто какие-то резинки, полноценные тарелки, полноценные ощущения, полноценный звук. Если вы преподаватель, то для вас это просто незаменимая штука. 8 уроков в день, 7 дней в неделю, после рабочего дня я вот с такой головой и уставший, просто непонятно от чего. Когда я познакомился с этой штукой, моя продуктивность в плане преподавательской работы увеличилась втрое, четверо. Я перестал так уставать, потому что когда 5 часов в день у тебя по духам 18-й крэш, долбит какой-нибудь новичок, ошибается, это просто трэш. Когда он не знает, сыграть тихо или громко, он просто фигарит. И потом очень сильно болит голова, и вообще не хочется работать. Я могу говорить громче, чем тарелка, и ученик не останавливается для того, чтобы меня послушать, он меня слышит. Это важно. Третий аспект это да. Это, конечно, тренировочный. Вы можете эти тарелочки повесить у себя дома. Соседи вас будут слышать, но часик они вытерпят, если вы живете в квартире, если вы их хорошенько надрессируете. Четвертый. Когда я играю в тихие тарелки, когда я извлекаю из них звук, они своим объемом не забивают остальные барабаны. И мне очень легко прослушивать совпадение, там, допустим, тарелок и барабана. Я успеваю даже слышать звук собственной палочки, и очень клево слышно все несовпадения и форшлаги, например, между райдом и малым барабаном, между басовым барабаном и тарелкой. Все очень легко прослушивается, потому что если я играю на громком инструменте, там, пейш, 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 я иногда просто не слышу из-за этого нормальную бочку, нормальный кик. Я из-за этого иногда не слышу мелочей в малом барабане. Все отлично прослушивается, и можно очень легко контролировать совпадение инструментов и их несовпадение. Ну окей, я думаю, что этой информации достаточно о преимуществе вообще в целом вот такого типа тарелок. И я не говорил, что это преимущество Centent или Arborea. Я говорил, что это вообще преимущество такого типа тарелок. Их производят еще другие бренды, до них я еще не добрался. Будем слушать все тарелочки вот так вот слева направо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот различия, дорогие мои друзья. Честно сказать, мне по кайфу оба сета. Их можно использовать в абсолютно разных целях, в разной музыке. И, конечно, не забывайте, что играя на таких тарелках, все равно вам нужно заниматься на полноценном звуке. Напомню, что эти тарелочки можно приобрести у меня и Centent, и Arborea. Есть вероятность, что в перспективе появятся еще другие бренды. Буду вам про них снимать, рассказывать, потому что, ну правда, на картинке не вариант просто взять и выбрать какой-то бренд. Ну, если, конечно, вы не фанат, там, например, какого-то Diltin. Я люблю Diltin, только на нем играю. Спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. Как всегда, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пишите мне по поводу приобретения тарелок. Всем спасибо за просмотр.